Винтовка под брендом Yeager, модель SPR в калибре 6.35 мм. И на самом деле, то, что написано как раз на корпусе, это очень важная такая деталь. Что я имею в виду? Во-первых, буква R обозначает, что винтовка у нас будет с редуктором, то есть каждый выстрел при рекомендуемом давлении будет обладать одной и той же скоростью. Ну, примерно плюс-минус. И первые две буквы тоже не менее важны SP. Это soft power, значит винтовка ослаблена до 3 джоулей, а значит оружием не является, а является конструктивно схожим с оружием изделия. То есть это единственный наш способ купить пневматическое оружие калибром выше 4.5 мм. А у нас здесь уже целых 6.35. Плюс не будет никакой проблемы с транспортировкой. Сертификат, кстати, в комплекте здесь имеется. Свеженький. Перевозить винтовку за границей, в общем, гораздо у нас меньше будет головной боли. Но винтовка будет, разумеется, задушенная. То есть в задушенном состоянии мы можем с вами спокойно с ней перемещаться. Ну, а в случае чего, либо в случае получения лицензии, либо прочих особых обстоятельств, мы можем ее раздушить и получить довольно солидную скорость. Забегу вперед, скажу, что данная винтовка будет стрелять обычной пулей, нераздушенной, примерно 50-90 метров в секунду. Если раздушить, то средняя скорость будет 250-300 метров в секунду. То есть я бы уже сказал, что это действительно пневматическое оружие, с которым можно и... Окей. Давайте посмотрим, как она у нас поставляется. Картонная коробка. Магазин. Паспорт, инструкция и сертификат вы видели. Также еще будет такой пакетик. Здесь и зипы. Взамен какое-то вот запасное резиновое колечко. Планка для стрельбы одиночными. И штуцер его чуть попозже покажу. Сама винтовка. Во-первых, о бренде. Я так понимаю, что это что-то очень старое. Все новое, это хорошо забытое старое. И эту винтовку, я как понимаю, какой-то продолжительный период времени не производили. Вот ввиду, видимо, по просьбе трудящихся, возобновили производство данной винтовки. Винтовка у нас, как видите, в компоновке Bullpup. То есть мы с вами получаем компактную винтовку при той же самой длине ствола. Таким образом, никак не теряем в наших характеристиках и при этом имеем компактность. Чего мы лишаемся? Наверное, лишаемся удобства. Потому как здесь приклад не регулируется. Можно, конечно, нарастить калоши, как-то заморочиться. Но, как видите, оружие это всегда компромисс. Данное изделие также не является исключением. Как все уже догадались, винтовка это PSP-шная, то есть с предварительной накачкой. Просто так купить винтовку и пострелять не получится. Нам нужно озаботиться о приобретении либо насоса высокого давления, специального машинным насосом вы не накачаете, либо баллона, либо компрессора. Самое простое, купить насос, цена его там будет начинаться от 5000. Но у него есть нюанс, качать им не так просто. То есть, сами понимаете, 250 атмосфер нагнать ручками будет непросто. Поэтому самое адекватное, самое быстрое решение это все-таки баллон. Хотя он и стоит, будет дороже. Воздух будет закачиваться вот этот вот резервуар. Он у нас находится снизу под стволом. Также у нас здесь имеется манометр. Максимальное давление в баллоне данной винтовки 470 милипаскалей. Рабочее от 300 до 200. То есть, далее после 200 имеется в виду, ввиду наличия редуктора, тем не менее, скорость начнет неуклонно падать. То есть, редуктор у нас, я так понимаю, как раз на себя и принимает эти самые 200 милипаскалей. И постоянно мы стреляем при давлении в 200. Таким образом обеспечивается максимально стабильная скорость стрельбы. 470 это давление рабочее, рабочее проверочное. То есть, под таким давлением стрелять нельзя. Просто под этим давлением инженеры проверили, на что способен данный баллон. Тем не менее, поосторожнее данную винтовку ни в коем случае нельзя хранить на солнце. Перегреете больше плюс 50 или минус 10, повредите баллон или еще того хуже, можете пострадать. То есть, изделие, как я уже сказал, требует особого тщательного ухода и внимания. Все-таки мы уже, по сути, с вами имеем дело с оружием. Также следует отметить наличие планки вивера. Никаких воздушных прицельных приспособлений у нас нет. И без прицела мы с вами стрелять не сможем. Так что задумайтесь о приобретении оптики, если у вас ее нет. Винтовка обладает биатлонным взводом. То есть, никаких усилий. Крайне дружелюбная система. Плюс мы с вами будем иметь достаточно высокую скорострельность. При магазине 8 пуль это вполне себе неплохо. Предохранитель. Здесь двухсторонний. Честно скажу, не самый удобный. То есть, прям он немножечко непредсказуемый. Ну, видимо, ему нужно разработаться. Хорошо. Давайте попробуем сначала выстрелить одиночными. Проверим, будет ли она вообще стрелять. Можем это делать с помощью полочки. А можем по старинке загонять руками. Поскольку винтовка задушена до трех джоулей, пуля может и не выстрелить. За этим обязательно проследите. Если пуля осталась в стволе, обязательно ее вытащите с помощью шомпола. Если этого не произойдет, можете набить полный ствол этих самых пуль. И далее вытаскивать станет гораздо сложнее. И, скорее всего, придется обращаться к специалисту. Что у меня сейчас произошло? На самом деле, у меня, во-первых, низкое давление. А нет, не низкое. У меня нормальное давление в 200 бар. То есть, по идее, винтовка могла и выстрелить, но не выстрелила. То есть, для того, чтобы она начинала стрелять, ее необходимо раздушить, либо подобрать пули полегче. Но стрелять с данной винтовки со скоростью 50-90 метров в секунду не очень-то интересно. Весь потенциал раскрывается после ее раздушки. Кстати, самое важное для раздушки здесь имеется пружина. Она прям вот скотчем прилеплена к коробке. Такой вот нюанс. Снаряжение магазина также здесь нюансы. Держать нужно так, чтобы пули не выпадали. Так вот не очевидно. Особенно для меня я это снимал на камеру и не понимал, какого черта мне влагается пуля. Разумеется, магазин устанавливается стеклом к вам, для того, чтобы вы могли контролировать количество у вас блой припасов. Если подытожить, это красивое, высокоточное, мощное оружие с одним единственным недостатком. Оно дорогое. Помимо того, что само изделие стоит, ну, немалых денег, как мне кажется. Также вам необходимо задуматься о приобретении оптики и баллона. Рекомендуется в первую очередь для фанатов пневматического оружия.